здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость коммерсант точка ру пишет представитель фургала заявила об угрозах из-за митинга в хабаровске пресс-секретарь хабаровского губернатора сергея фургала надежда томченко сообщила об угрозах уголовным делом за полчаса до митинга хабаровске в поддержку господина фургала в данной ситуации друзья с этой формулировка я как бы не совсем согласен потому что не считаю что пресс-секретарь губернатор она на данный момент является представителем сергея фургала я считаю что в данной ситуации все те кто были раньше как-то с ним но я думаю что сейчас сейчас вокруг фургала досталось довольно таки маленькое количество людей кто действительно сейчас за него и почему вот этот коммерсант точка ру пишет что это представитель его я не знаю мне кажется мне кажется что те кто были с ним раньше они буквально после его ареста сразу же от него отреклись и отошли в сторону чтобы никто не подумал но никто это власти москвы что они до сих пор поддерживают губернатора и такими вот заявлениями нам показывают нам стараются показать что действительно у фургала там кто-то остался что как бы там все хорошо на данный же момент я думаю что фургал сейчас остался один единственное кто за него сейчас заступается это народ а вот эти вот а вот эти вот представители которых сейчас нам называют они сами за себя и как минимум как минимум они не за сергея фургала за сергея фургала сейчас только народ все больше сейчас за него больше никто и как поведет себя сейчас народ от этого уже зависит дальнейшая судьба фургала если бы та же самая надежда томченко была бы представителем и болела бы душой за фургала она бы стояла бы не по другую сторону баррикады не на ступенях правительства стояла бы точно также вместе с людьми и требовала бы скорейшего освобождения сергея фургала но информацию коммерсант нам сообщает такую она заявила что и позвонили с требованиями прекратить все это после того как началась прямая трансляция в инстаграм по словам госпожи томченко и сообщили что трансляцию инстаграм могут расценить как призыв несогласованной акции угрозы поступили от человек который работает правоохранительных органах региона на данный момент его имя сказать не могу рассказала госпожа томченко ну почему не можешь действительно если какие-то угрозы поступали обезопасить себя тогда в конце-то концов она также сказала что угроза начали поступать после того как в телеграм каналах появилась информация о том что организаторами митинга являются сотрудники администрации хабаровского края но глупейшего заявления друзья я на данный момент не слышал кто кто уж сотрудники администрации никогда никуда не пойдут не будут ничего требовать сотрудники органов заявили что не знают о звонках с угрозами по данному звонку у нас никакой информации нет заявили в пресс-службе управления мбд по хабаровскому краю вот такая друзья информация я же считаю что это просто просто такая ширма и нам всячески дают понять что вот это вот администрация которая там осталось что она нет она не за москву у нее совершенно другие взгляды она за она за фургала и в случае чего в случае чего если там с фургалом не дай бог там его не выпустят либо еще что-то случится то есть в администрации достойные люди которые будут работать также за него и продолжать его же линию так что ребята вы не беспокойтесь ничего страшного не происходит но фургала скажем так накажут если то есть есть замена его не переживайте вот именно на это друзья как мне кажется сейчас все и направлено на этом друзья у меня все всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч